Всем привет! Меня зовут Денис, компания Dispatch42. Сегодня я хочу поговорить о, наверное, самом главном для всех MC-оунеров. Это о том, как быть хорошим MC-оунером. Не поймите неправильно, от этих людей зависит, насколько тракинговая компания будет успешной. И пусть это может показаться банальным, на первый взгляд, но далеко не каждый MC-оунер четко знает, что он делает, а именно понимает, в чем, собственно, ключ к достижению его цели. У всех цели разные. Кто-либо может надеяться на то, что его 5-10 траков будут обеспечиваться до конца жизни, и кто-то же рассматривает эти 5-10 траков просто как какой-то эволюционный шаг на пути к 50, к 100, и пусть может в один день к 1000 тракам. Но суть в том, что основополагающие элементы мышления предпринимателя, и если говорить про специфику владельца тракинговой компании, они нарушены и выполняются неправильно. Я хотел бы об этом поговорить. Итак, три самых главных компонента, о которых следует всегда помнить, и которые следует осознавать при выборе своей стратегии. Итак, я, конечно же, говорю про время, свободное время на протяжении суток, которое ты можешь использовать эффективно. Финансы, деньги, естественно, без денег никуда, но, по моему мнению, это явно не первое, и основополагающим является репутация. По моему глубокому убеждению, 5-летнему опыту в индустрии, и сотням MC Owner, с которыми посчастливилось познакомиться и поработать за эти годы, я четко для себя обозначил следующий вывод. Если ты можешь распоряжаться хорошей репутацией, своей хорошей репутацией, то она для тебя может быть гораздо более значима, чем люди, которые помогают тебе экономить время и оставлять его для самого важного, и любые суммы денег и средств. Репутация очень важна. Она важна и для того, чтобы получать хорошие цены от иншуранса, хорошие предложения от факторинга. Конечно же, всегда иметь интерес со стороны водителей, для того, чтобы не приходилось за какие-нибудь дополнительные центы покупать этот интерес. И, естественно, брокера и шиперы, если они знают вас, вашу компанию, как надежную компанию, с которой можно иметь дело, которая не подводит, которая не врет, которая делает что-то очень хорошо, и причем не единожды, а регулярно, как просто-напросто часть своего эмоциона, тогда вас всегда будут заинтересованы, и к вам всегда будут приходить самые лучшие. Лучшие иншурансы, лучшие факторинг-предложения, лучшие водители, лучшие брокера. Когда я говорил про эти три компонента, я упомянул, что самое важное – понимать, осознавать их для того, чтобы выработать свою стратегию. По моему глубокому убеждению, собственно, и наша компания построена по этому принципу, и даже глубже. Каждый из наших агентов использует этот принцип в построении себя в компании и созданию value, как мы его называем, для заинтересованного лица. Сейчас подробнее расскажу, и вы все поймете. Я считаю, что в первую очередь необходимо сфокусировать свое внимание на получении времени для себя, освобождении себя от рутины, освобождении себя от неэффективного использования своего времени. Например, вообще буду приводить примеры для того, чтобы в целом понимание шло легче. Я общаюсь с MC Owner, который достаточно долго в бизнесе, и как только у него получилось передать нам дела по ведению своего флита, небольшой флит, 15 траков, риферы, он сразу же предпочел залезть под свои траки и непосредственно, починивая свои траки, выполняя мелкий ремонт, но вы меня поняли, решил таким образом сэкономить на мейнтеннесс-расходах. Я откровенно скажу, если он меня смотрит, пусть не обижается, откровенно скажу, но это очень удручает. Зачем так расходовать свое время? Это далеко неэффективно. Ведь эту работу можно оплатить несколькими сотнями долларов за трак, или, быть может, вообще в целом купить абонемент у какого-то сервиса, национального сервиса, и иметь отсутствие вообще каких-либо забот, связанных с мейнтеннесс, и не тратить ни секунды своего времени. Для меня это самый яркий, наверное, пример неэффективного расходования своего времени. Многие также, ауноры, до того, как мы начали работать вместе, предпочитали диспетчить сами своих водителей, для того, чтобы избежать каких-либо возможностей, нюансов с лоудами и прочими ошибками. Это тоже грубейшая ошибка. Ты пока завязан по рукам и ногам, твое сознание полностью заблокировано, но ты не можешь рассчитывать на то, что твоя компания будет расти, если ты сам выполняешь рутинные задачи. Условно говоря, низкооплачиваемые задачи. Что я здесь имею в виду? По сути, как владелец траковой компании, как МС-Онер, час твоего времени, он должен приносить в 10 раз дороже, в 10 раз больше результатов, чем если бы мы сравнивали этот же час времени с работой одного из твоих помощников. Вот настолько эффективно должно быть твое время. Как правильно распоряжаться освободившимся временем и, собственно, откуда его взять? Полностью избавьтесь от операционки. Вам необходимо понять, что если вы будете продолжать коврить свои траки, чинить свои траки, быть может, разговаривать со своими водителями, решать их проблемы, выслушивать их жалобы, управлять своими диспетчерами. Даже если вы наняли диспетчеров, и у вас уже, дай боже, 30 траков, например, и несколько диспетчеров, и вы оставляете за собой обязанность управлять этими диспетчерами, вы обрекаете себя на следующее. Благодаря дополнительным рабочим рукам вы поднимете свой уровень загрузки, например, до 50 траков, может быть, 100 траков. Что будет дальше? Если вы не найдете себе того, кто будет вам помогать управлять этими диспетчерами, вы погрязнете в этой операционке и застрянете. Предположим, у вас получилось скинуть все с себя абсолютно. Причем без никаких рисков, без потери в качестве. Что делать с этим оставшимся временем? Вот лучшее использование, по моему мнению, лучшее использование времени для такого предпринимателя, как вы. Заниматься всегда нетворкингом, знакомиться с людьми в индустрии, посещать конференции. Например, когда в последний раз были на ежегодном заседании Тиана. Все люди там собираются, все представители нашей индустрии собираются знакомиться друг с другом, просто для того, чтобы за руку поздороваться с тем, с кем, быть может, они будут иметь дело. Все еще визуальный контакт, он имеет большое значение в построении первого впечатления или, быть может, первой сделки. Это очень-очень важно, знакомиться с людьми в индустрии. Чем больше людей ты знаешь, тем больше ты узнаешь различных фишек, различных техник, которые могут позволить тебе улучшить свои результаты. Например, на одной из таких конференций один из наших клиентов, он познакомился с брокером, который занимается исключительно хазматами на риферы. И как раз у нашего клиента, у него 15 риферов. Так вот, он очень интересным образом, достаточно дотошный молодой человек, он замеряет количество заработанных денег за один драйвинг, ELD-драйвинг час у своего водителя. При всем при этом у него есть следующая политика. Каждое свое действие, каждое свое начинание он внедряет и потом замеряет, насколько оно повлияло именно на этот показатель, определяя его как ключевой для своего бизнеса. И вы знаете, благодаря тому, что он сфокусировался на контрактах, которые получает от брокера, от этого брокера, который занимается хазматами, он смог свои показатели увеличить ни много ни мало в два раза. В два раза у него стала эффективность его рабочего часа, его водителей, драйвинг часа, стал выражаться в денежном, заговорился, в денежном выражении он стал зарабатывать в два раза больше за драйвинг час на каждого своего водителя. Вот так вот выразимся. Идем дальше. Как только вы открыли для себя какие-нибудь потенциальные возможности, вам явно необходимо изучить, скажем, как это говорится, downside, обратную сторону монетки и в целом для себя изучить, насколько это потенциально выгодно или какие риски оно может вести себя. Например, очень многие пробуют relocating yards. Им нравится идея собирать, например, паршиво на одном ярде и упаковывать это все на свои драйвены, флэтбеды, иногда даже риферы где-нибудь в колл-сторидже организовывают. Во-первых, такие большие вложения не требуют хорошего анализа и взвешенного решения. Поэтому, если у тебя нет времени, ты никогда не сможешь такое решение принять. Тебе необходимо все просчитывать и иногда быстрые просчеты здесь не помогут. Наоборот, правильные решения не вырабатываются неделю, собирая все больше и больше информации. Если у тебя нет времени, если ты погружен в операционку, ты не впитываешь никакой информации и уж тем более на подсознательном уровне ты не можешь ее обрабатывать. Идем дальше. Предположим, тебе понравилась идея и ты хочешь взять этот dedicated lane для своих 50 траков и потом как-нибудь забэкхолить, ну, в общем, справиться с этой ситуацией. Тебе необходимо протестить. Тебе необходимо взять и просто сделать это. Потому что все то, о чем ты предполагал, все то, что ты просчитывал, оно даже рядом с тем опытом, который ты получишь непосредственно от того, как попробуешь, применишь на практике какое-либо начинание. Стоит ли повторяться, если у тебя все еще нет времени, даже если ты нашел крупицы времени, или у тебя есть природная предрасположенность к тому, чтобы знакомиться в легкую с людьми, для того, чтобы сразу же подчеркивать для себя те нюансы, чем они занимаются и как это использовать в своих интересах или как ты можешь быть полезен таким людям. Если у тебя получается быстро выявлять плюсы и минусы, легко, если у тебя все еще нет времени, ты не сможешь это реализовать на практике, ты просто-напросто погряз свои операционки и все, что ты можешь, это витать в своих облаках. Таких очень много примеров. Окей, предположим, ты убедился в том, что это очень классный лейн. У тебя порядка 100 траков, ты познакомился с брокерами в твоей эре, которые занимаются, например, перевозкой яблок. Они какие-нибудь местные, местные дистрибьюторы и в холодильных хранилищах держат яблоки весь сезон и, условно говоря, перепродают их в три дорога, делают деньги отлично. Так вот, они даже с тобой не захотели разговаривать, потому что у тебя малое количество траков. Ты взял, скооперировался с другими ребятами, какой-то частью своего флита, взяли, начали работать на этого брокера и ты видишь, идет, и ты видишь, классно, слушай, ну, там, вот эти вот 30 центов на милю сверху чистого профита, они тебе результируют в плюс 70 дохода, чистого дохода исключительно для компании. Окей, тебе нравится, ты попробовал, ты увидел все необходимые выводы для себя, сделал, связался со своей страховкой и готов принять решение сам, чисто от своего MC, исключительно, коврить, коврить эту, эту линию и решил предложить исключительно выгодные условия для оунор-оперейторов в своей зоне. Оунор-оперейтор, зная твою компанию, зная ее репутацию и видя, на каких условиях ты приглашаешь работать, просто стремится сразу же устроиться к тебе, к тебе перевозить грузы. И вот, из 100 траков ты буквально за несколько месяцев разросся до 150, до 200 и теперь ты можешь удовлетворять нужды такого брокера исключительно своим флитом. И в этом есть действительно очень большой, действительно, очень большой плюс. Протестив на безопасном для себя объеме, получив стабильные результаты, ты можешь уже это внедрять в свой рабочий процесс и следить, и контролировать. И тут действительно каждая единица твоего времени, каждая минута, каждый час, она по максимуму полезна для твоего бизнеса и определяет твое продвижение вперед. Сравни часовое времени, когда ты внедряешь подобную технику, практику и вырабатывая полностью dedicated lane какого-либо брокера, например, за 2,7 на милю, на круглый год вперед, но исключительно своим флитом, или если ты бы, например, занимался бы оперейшн своей компанией, диспетчил бы водителя, чинил бы траки, быть может, логбуки редактировал, как ты думаешь, в какой из этих ситуаций ты зарабатывал бы больше? Ответ очевиден в любом случае, но помимо денег и всего прочего, очень важно, какую мотивацию ты получаешь дополнительно от своей работы, если все уходит в работу, рано или поздно ты исчерпываешь себя и уже ничего не интересно, большое значение имеет семья, если у тебя есть время для того, чтобы проводить время со своей семьей, это будет тебя вдохновлять на следующие свершения, с кем я не говорил, да и я сам не исключение, очень много времени проводя на работе, в логистике, управляя командой, строя команду, создавая внутренние нормативы и прочие-прочие занятости и скажем так, урезая от времени со своей семьей, ты естественно чувствуешь каждый день, каждую неделю, как чего-то не хватает, как ты упускаешь что-то важное, это очень плохое состояние, если мы говорим про развитие собственного бизнеса, оно тебя по сути издерживает, обязательно избавляйся от ненужных занятостей, чтобы уделять время для самого-самого важного, семья это очень большой стимулятор, назовем это так, если дома все хорошо и ты дома достаточное время в сутках за неделю, хороший папа, хороший муж, то на работе у тебя тоже все будет хорошо и ровно, это факт. Self-development, как часто, когда вроде вокруг все хорошо и на тебя смотрят, наблюдая тебя, только радуются и хлопают в ладоши, даже завидуют втихую и не подозревают, как внутри тебя вот этот вот голод саморазвития просто съедает тебя, но не то, что прочитать какую-либо книгу, а на практике какую-либо теорию применить, посмотреть на что ты, посмотреть на что ты способен, раскрыть в целом свое, свое сознание через новый образ мысли, какую-либо идею обхватить и полностью в нее погрузиться, да в конце концов сменить место жительства на месяц, например, какой-нибудь продолженный отпуск в полтора-два месяца в какой-нибудь новой стране или в каком-нибудь новом уголке земли. Большинство из нас в логистике не могут себе такого позволить, а именно эти вещи и определяют вкус, качество жизни и богатство впечатлений, которые потом питают тебя весь год. Я, по-моему, достаточно понятно объяснил, насколько важно время, насколько важно освободить себя от дешевых занятостей. и выделить для себя то, в чем ты хорош и в это вкладывать максимум усилий. Естественно, эти усилия должны иметь десятикратный эффект. И здесь мы имеем следующую ситуацию. Мы можем пойти по пути развития капитала и потом установление, естественно, репутации по факту, или мы можем пойти по пути репутации, когда мы не преследуем первоначально заработать. Заработок здесь и сейчас, но работаем на совесть, работаем на качество для того, чтобы наработать себе репутацию. Перед кем и зачем нужно нарабатывать эту собственную репутацию? Не все ли равно, что о нас подумают? Абсолютно нет. Репутация – это самый главный актив, который, в общем, можно представить в нашей индустрии. Если о тебе знают, как о, как говорится, safe and compliant company, то ты всегда будешь получать лучшие цены от страховок. Более того, страховки будут соревноваться за бизнес с тобой, потому что работать с тобой безопасно. Вероятность того, что ты вмажешь, ты как компания и один из твоих водителей, вмажешь свой трак под мост, например, или уснешь за рулем, или, например, будешь нарушать правила дорожного движения. Каждый твой тракист в целом полностью олицетворяет твою компанию. И если, например, поймали твоего водителя, выпившего за рулем, это сразу же в целом говорит и о тебе, как о предпринимателе, а в целом о твоей компании. Репутация сразу же идет вниз. Я уверен, вы понимаете, о чем я говорю и сами можете продолжить этот список. Брокера. Если брокер знает, что работать с тобой, с твоими диспетчерами, это, это что-то надежное. Они не врут, зачем это им нужно. Они выбирают лучшие варианты из тех условий, в которых они находятся. Если они держат свое слово, не договорились с тобой на эту сумму и не важно, появится ли какой-либо другой лоуд, они не откажутся от него, тебя не поставят как брокера. Приедут вовремя на пикап или деливери, будут выглядеть по-человечески, вести себя тоже по-человечески. Это очень важно, как ведет себя водитель, переезжая на пикап и деливери. Сколько раз мы слышали от брокеров, которые просто-напросто заглядывая в профайл нашего новоявленного клиента, говорят, мы не можем с вами работать, потому что в прошлый раз, вот был, например, кейс, в прошлый раз ваш водитель не выдержал долгого ожидания загрузки и устроил драку. Для нас это, конечно, было что-то новенькое, но бывают и подобные кейсы, которых, естественно, необходимо избегать. Так вот, если ты, как управленец, смог организовать своих водителей, своих диспетчеров таким образом, чтобы все, кто взаимодействовали с твоей компанией, знали, что это надежный бизнес и с ним стоит сотрудничать, то как только ты примешь решение расширяться, ты сможешь это сделать в секунду и без денег. Например, просто пригласив на работу на выгодных условиях и для тебя, и для оунор-оперейтора, пригласив как можно больше оунор-оперейторов работать на твою компанию. С хорошей репутацией, с хорошими наработанными контактами с брокерами и недорогим инчуренсом ты достаточно быстро сможешь выйти на плюсовый уровень и потом уже выбирать свой ход развития. Не буду сейчас вдаваться в подробности, если вы хотите, мы можем подробно разобрать, какой метод работы, вообще цикличность, методика работы наиболее эффективна с компанией-драйверс, оунор-оперейторами, будь то они работают на флотбедах, степдеках, риферах или венах. Мы действительно можем детально обсудить этот вопрос и каждый для себя может подчеркнуть что-либо полезное. Вообще, дополнительные вопросы оставляйте под этим видео, я буду рад каждый из этих вопросов прочитать. Если у вас появятся какие-нибудь альтернативные идеи или поправки, я с радостью их приму, потому что только за счет этого у нас и получается обогащать свой кругозор. Окей, ну все, ты наработал хорошую репутацию и теперь к тебе относятся на приемлемых для тебя условиях достаточное количество контрагентов, брокеров, чтобы обеспечить твое текущее сейчас капэсити или твой парк траков. Что теперь делать? Теперь ты можешь по-настоящему начать фокусироваться на финансовых показателях из сферы повышенной прибыли, уменьшенных расходов и, как я это называю, кэш эксполжер, когда у тебя есть доступ к наличности кредитной. Так вот, каким образом получать инкрейс трейдс? Как я уже говорил, если брокера знают о тебе вещи, которые они хотели бы видеть в каждом керрере, с которым работают, которые помогали бы им экономить время на каждом лоуде, которое они выполняют, они будут готовы тебе платить плюс 5, плюс 15 процентов сверху, и это я говорю из своего личного опыта. Чтобы вы не говорили про брокеров, какие они гады и живодеры и вообще, среди них есть, их можно разделить условно говоря на две категории. Перекупщики, которые друг друга перепродают лоуды, зарабатывают по какой-то копейке на каждой с каким-то ограниченным количеством риска, их это устраивает, и другая категория брокеров, которые находятся как можно ближе к первоисточнику груза, желательно прям первая линия, то есть они же собственно и берут груз у того, кто его оплачивает, будь то или отправитель, или получатель. вот эти брокера, они настолько сильно дорожат этим контактам, этим клиентам, по сути, чистыми деньгами для них, что они готовы тратить дополнительное время, чтобы выбрать наиболее качественного перевозчика, лишь бы увеличить свои шансы на позитивный исход каждого отдельного взятого лоуда. Что я здесь имею ввиду? Они с радостью накинут плюс 10%, плюс 15%, как только поймут, что работая с вами означает более стабильные предсказуемые результаты, а значит более довольного клиента. Повторюсь, репутация в нашей индустрии это очень и очень ценный инструмент, ценный актив. Increased rates вы можете их получать через наработанные networking, знакомясь с большим-большим количеством шиперов, брокеров, вы уже можете позволять им соревноваться за ваши услуги, если, конечно, не найдете свою нишу. Самое время, конечно же, благодаря доступному времени вы сможете выработать, изучить ее, протестировать и имплементировать и найти себя в какой-либо очень узкой ниши. Как, например, как в том примере с хазмат-грузами и одним из наших клиентов, который полностью сфокусировал свои усилия, чтобы собрать как можно большую селекцию регулярных хазмат-лоудов для своей компании. Мы ему активно в этом помогаем. И откровенно вам скажу, инкрист в повышенные доходы, повышенные рейты это одно из тех проявлений успеха, которое не заставило себя долго ждать. Если мы говорим про reduced expenses, то задумайтесь, как только вы начинаете себя представлять бизнес, у которого достаточно большой оборот средств, вы сразу же получаете очень выгодные предложения от факторинг-компаний. Таким образом, денежный оборот для вас кэшфлоу становится быстрее и дешевле. У меня есть свое мнение по поводу тех, которые решают работать без факторинг-компаний. Вкратце скажу, что лучше все-таки использовать гаранта в лице факторинг и быстрее получать средства и делегировать риски на неполучение оплаты от брокера на какую-то стороннюю компанию. Вы должны избавляться от риска, вы должны всегда избавляться от лишних трат времени. Как только страховка понимает, что за первый год работы вместе с этой страховкой у вас не произошло ни одного потенциально опасного случая или страхового случая, вы сразу же для них начинаете представлять повышенный математический интерес. Они понимают, что получая деньги от вас с какой-то 0-0-0-0-0 вероятностью им придется когда-либо вам компенсировать убытки. Для них это означает очень-очень хороший клиент. Если этот очень хороший клиент растет в размерах, в объемах доходов, самое главное, в объемах прибыли, они сразу снижают цены на свои ежегодные премиумы. Это тоже очень важно и это значительно сокращает вашу часть расходов. Если мы говорим про снижение расходов, вам точно необходимо задуматься о том, чтобы убить двух зайцев сразу и освободить свое время, делегировать всю свою операционку и сэкономить на расходах. Вдумайтесь, сколько стоит труд тех диспетчеров, которые работают у вас, во сколько вам обходятся налоги, которые вы уплачиваете с их заработной платы. Окей, исключения могут составлять те, которые установили private contractors, условия оплаты со своими рабочими, но это скорее исключения. И другой вид расчетов со своими работниками, это просто кэшем по старинке из нашего СНГшного менталитета, но все-таки это штаты, здесь такой ерундой заниматься нельзя. Надеюсь, вы со мной согласны. О чем еще можно говорить, когда заходит разговор о сниженных расходах? Вдумайтесь, как часто у вас из-за недостаточно качественной оплаты, пардон, момент, я совсем упустил расходы на офис, расходы на компьютерное оборудование, расходы на программное обеспечение. Я совсем забыл про такие дополнительные расходы, как офисное обеспечение. Если у вас есть возможность избавиться от этого всего и ни в коем случае не потерять в качестве, а наоборот, и выиграть время, и открыть себе возможности для расширения, вы точно делаете верное решение. и кэш-экспоузер. Как только вы начинаете оставлять у себя больше, чем вы тратите, как только после всех уплат, расходов ваша прибыльная часть, она растет из месяца в месяц, вы сразу же привлекаете внимание кредитных организаций, которые с радостью выделят вам внушительные кредитные линии, лишь бы для того, чтобы вы работали с ними. И это очень-очень классное время в жизни компании, когда можно в один момент подписать 50 траков из жизни нашего клиента, подписать 50 траков и при этом не вложить ни копейки из собственного текущего кэшфлоу, банк обо всем позаботится. Более того, этот дилер, он тоже с радостью будет работать с вами, потому что крупный заказ, крупный клиент, и оплата тоже гарантирована, и проблем не будет, и скидку естественно он для вас делает, что значительно влияет на ваш reduced expenses. Так вот, как только вы доходите до этого момента, когда у вас получается всегда получать скидки за счет объема, за счет своей репутации, за счет того, что у вас есть время искать лучшее, лучшее предложение, у вас формируется вот этот круг, где вы продолжаете выходить, но скорее не круг, а спираль, когда вы поднимаетесь все выше и выше, проходя каждый раз круг, выявляя для себя новую ценность одного часа вашего времени, вкладывая это в изучение, нахождение, внедрение, применение, когда вы укрепляете с каждым годом свою репутацию, и зарабатываете все больше и больше, и сможете оказывать еще больше влияния на индустрию, и оказывать больше помощи, приносить больше вэлью тем, которые решают работать с вами. Теперь, в начале этого видео я и сказал, это мое личное видение того, как нужно работать в трекинговой индустрии на 2020 год. Мы вообще вступили сейчас в такой период, что если ты не работаешь над качеством работы, если ты не заботишься о том, каково это работать с тобой тому же брокеру, или водителю, то, скорее всего, ты в ближайший год-два или уйдешь в совсем низшую касту этой индустрии, или вовсе вылетишь из нее. Наступает время, когда необходимо максимально становиться профессиональными, то есть понять, что, чем ты занимаешься, это дело в твоей жизни, и вкладывать в него всю свою энергию, для того, чтобы и самому получать удовольствие, и достойные тебя результаты, для того, чтобы все те, которые работали с тобой, будь то работали над тебя, или ты предоставлял услуги своим клиентам, чтобы они получали истинный кайф от работы своей компании. Может быть, сумбурно, но суть следующая. Если ты не станешь, если ты не осознаешь, что необходимо выходить на новый уровень качества, что необходимо соревноваться со своими коллегами по цеху, а не дружно, например, хаять брокеров и других перекупщиков, общие твои результаты сразу же в этом году они улучатся. Говорю я это не голословно, мы на личном опыте прошли через эти метаморфозы, пришли к этим выводам и работаем в нашей компании над постоянным улучшением качества сервиса, который мы предоставляем от имени транспортных компаний для брокеров и для шиперов. Внутри нашей компании мы разделили обязанности диспетчера или в целом операционку по четырем различным веткам. Итак, войс или те, которые непосредственно работают с водителями, хотя, откровенно говоря, они больше дружат с ними в задачу войса входит установить настолько крепкие отношения с водителем, чтобы тот просто не представлял себе никого более близкого в этой индустрии, чем, собственно, диспетчера. Каким образом у нас это получилось? Мы его освободили. Мы его освободили от необходимости планировать, изучать рынок, учитывать все нюансы ближайшего дня или недели, букать лоуды и уж тем более работать с документацией. Этим занимаются другие три департамента. Планининг департамент полностью изучает рынок, мониторит каждый штат, изменения спроса и предложения, объемов перевозок. Из этого всего мы составляем общее ведение рынка и оно у нас, как правильно это выразится, обновляется еженедельно. Это позволяет принимать правильные решения, строить правильные маршруты на неделю вперед для наших водителей. Никогда бы не получилось уделять столько внимания изучению рынка, если бы в планининг департамент вынужден был бы заниматься проблемами водителей, решать их ежеминутные, ежесекундные какие-то проблемы или необходимо было бы заниматься подписанием каких-нибудь сетапов, рейтконов. Освобождая время работника, ты даешь ему возможность больше раскрывать свой потенциал и прикладывать максимум своих усилий. Скаут департамент это те, которые берут по максимуму на спот-маркетах. Мы знаем, что на споте чаще всего можно вырвать самые классные, самые жирные грузы. Так вот, наши скаут ребята весь день проводят в сотнях одноминутных, двухминутных разговоров, когда вырывают лучшие условия у брокеров. И когда получается познакомиться с теми брокерами, которые ближе всего расположены к клиенту, мы им обязательно перезваниваем после того, как выполнили качественный лоуд и просим работать о повторном бизнесе. Суппорт департамент. Эти ребята занимаются всем тем, что сопутствует общению с водителями, взятие грузов от брокеров и, собственно, доставке груза до пункта назначения и последующие процессы. Вся документация, все детали выполнение работы, отчеты, переписка по e-mail это все на этом конкретном департаменте. Откровенно говоря, сейчас, после этого марафона в практически пять лет, я не могу себе представить, как соло-диспетчер в обыкновенной рядовой компании может успевать делать все. Хотя, еще относительно недавно, я сам был таким диспетчером, который занимался от а до я выполнением всех действий. необходимым для того, чтобы предоставлять хорошие финансовые результаты для своего клиента, для MC-Owner. Обращаясь к вам, хочу сказать, я надеюсь, что то, что я сказал, не прошло мимо вас. И если вы решите освободить свой календарь, освободить свой график, освободить свои руки, разум, оглядеться вокруг, посмотреть, что можно сделать в этих условиях, в этой индустрии, найти решение, опробовать его, протестировать, осознать и внедрить, и вам явно необходима для этого помощь в виде того, на кого можно положиться, я наследно рекомендую обратиться к нам. Мы занимаемся профессиональными диспетчерскими услугами. Нам нравится называть себя Remote Fleet Management, и мы можем помочь вам в принятии на себя 95% ваших обязанностей. Можете оставить за собой только финансовые транзакции, мы не имеем никакой связи с получением денег, мы работаем от вашего имени, вы напрямую получаете средства, оплачиваете нам только за результат работы. И посмотреть, что из этого получится. Попробуйте это для себя. Купите себе месяц, два месяца свободного от операционки, взвесьте все за и против, позвоните нам, узнайте подробнее, что входит в наш пакет услуг, сколько он стоит, что вы от этого лично можете заработать, и попробуйте освободить себя. Почему я сказал месяц, два? Примерно за это время и происходит осознание того, могу ли я сделать стоимость своего времени в 10 раз дороже, чем своих работников, или в целом мой потенциал, мое время, оно не стоит так дорого, и уж лучше я пойду диспетчить своих водителей сам, или залезу под трак и буду крутить гайки своими руками, лишь бы, чтобы не платить другому. Пусть это никого не обидит, но это абсолютно голая правда. Исходя из своего опыта, могу сказать, что примерно за месяц человек или понимает, как он может использовать свое время гораздо выгоднее для себя, или понимает, что он не может и соответственно дает заднюю. Я благодарен за внимание всем тем, которые нашли в себе терпение и любопытство дослушать меня до конца. Я желаю всем успехов в 2020 году. Я уверен, что рейты в этом году будут лучше, чем в прошлом. Во многом из-за того, что количество тех, которые не выдержали или сдались, просто ушли, из рынка. И это прискорбно. И в целом не может никого радовать. Но дело в том, что мы находимся в этой индустрии. Это наша индустрия. Она циклична. Спады, сменяют взлеты и потом опять падения. Мы прошли в прошлом году через подобное падение. Сейчас самое время собраться, мобилизоваться и пойти в гору. Для того, чтобы пойти в гору, у тебя руки у тебя сознание, разум, у тебя должны быть свободные и легкие. Поступь твоя должна быть легка. Поэтому тебе явно нужен тот, который будет помогать тебе нести твой груз. Это мы. Диспетч 42. Еще раз благодарю за внимание. Желаю хорошего дня. С вами был Денис. Всего доброго. Не было. Редактор субтитров А.Семкин